Сегодня у нас сегодня представляется хорошо знакомому Константину Васильевичу Федотову, первому заместителю заседателя транспорта ЗАО «Первый контейнерный терминент». Здравствуйте, уважаемые товарищи! У нас так сложилось исторически, что давно уже была потребность, а сейчас есть необходимость начать разговор о том, как создавать профсоюз. У нас есть, как мы знаем, ряд предприятий, на которых нет профсоюзных организаций. У нас есть предприятия, на которых есть профсоюзные организации, но работники очень недовольны той формой работы, которая там ведется. У нас есть и вновь создаваемые предприятия, примером тому являются типа завод «Форд» и прочие, которые надо отдать должное, что в настоящий момент достаточно успешно действуют. Следует отметить, что недавно на заводе «Форд» заключен коллективный договор, причем в котором сделана запись о том, что заработная плата будет ежегодно индексироваться на индекс инфляции по России плюс 2,5%. Это очень большое достижение. Да, это очень большое достижение. Мы помним, что в определенной степени вопрос о повышении уровня реального содержания заработной платы был решен долгое время только на первом контейнерном терминале, на котором в том числе мне честь работать. Затем по Российскому профсоюзу докторов этого дела потихонечку продвигалось еще, надо сказать, что далеко не во всех организациях, не во всех портах профсоюза этого достигнуто. А ведь диспетчеры достигли очень хорошего успеха, но вот как бы это вот дело, ну я не знаю, лет 5, наверное, примерно вот в таком состоянии находилось, теперь вот мы видим продвижение вперед, то есть идет расширение, идет освоение вот этой вот задачи работниками, причем профсоюзы «Форд» и других автопромовских организаций, они новые. И говоря сейчас, пытаясь в том числе анализировать ту работу, которая проводилась и нами по созданию профсоюзной организации, потому что определенный опыт есть и надо делать из этого уроки. Я так полагаю, что надо будет каким-то образом, если уж и не в этой уроке, то по крайней мере было бы очень неплохо, мы сейчас агитируем ребят, чтобы они приехали на Российский комитет рабочих и там продолжить разговоры по поводу того, как вот действовать, как создавать профсоюзные организации, делать так, чтобы профсоюзные организации добивались определенного успеха. У нас ситуация в первичной профсоюзной организации, портовой организации Российского профсоюза докеров морского порта Санкт-Петербурга такова, что устаканились, так сказать, несколько таких стивидорных или близких к стивидорным компаниям. Стивидорная компания – это перегрузочная компания, есть там агентские, последнические и другие. Значит, вот по тем, где производится погрузоразгрузочная работа, создалось несколько не очень крупных организаций, которые ведут подработку груза, и у нас есть потребность к тому, чтобы привлекать работников профсоюза. У профсоюза есть такой интерес, ну и в последнее время сами работники этих организаций тоже, естественно, проявляют интерес к тому, чтобы создать профсоюзные организации. Ну вот мы посмотрим, что в настоящее время это сделать несколько сложнее, чем раньше, по ряду причин. Прежде всего, законодательного характера. Значит, вот вспоминая, здравствуйте, проходите, пожалуйста, вспоминая историю создания там нашей профсоюзной организации, а мы говорим о профорганизации, которая создавалась на базе ФНПРовского профсоюза. И надо сказать, что представители друкеров в правкоме ФНПРовского профсоюза и в других органах действовали достаточно активно. Но при этом результат получался, к сожалению, весьма слабый. В основном из-за того, что сами докер-механизаторы, основная производительная сила в массе, в той массе, которая была на тот момент, они, значит, как бы становились менее заметными. Я помню очень хорошо, когда мы проводили определенные совещания, прежде чем прийти на правком, ставили вполне правильные, решаемые с нашей точки зрения задачи, потом приходили на правком, рассказывали все это дело активно, значит, нас очень внимательно слушали и даже в выступлениях поддерживали. Но когда дело доходило до голосования, мы оказывались чаще всего в большинстве своем, в меньшинстве. Поэтому мы просто вынуждены были создавать свою профсоюзную организацию, но по тем временам, профессиональную организацию докеров, и создавали мы ее в профсоюзе. Профсоюзе, в ФНПРовском профсоюзе, он существует и сейчас, называется он профсоюз работников водного транспорта, значит, и, например, на ПКТ у нас сейчас с ними очень плодотворное сотрудничество, даже, можно сказать, содружество. Наш профсоюз представляет значительное большинство и больше половины, в том числе, работников организации, профсоюз работников водного транспорта, надо отдать должное, практически во всем поддерживает те начинания, которые предпринимает наша профсоюзная организация, и работа ведется вполне успешно, в том числе, к огромному сожалению, произошло тут, ну, время идет, там заболел, сильно заболел председатель, во вкома после заработника входного транспорта, и скончался. Значит, на смену ему пришел, значит, другой работник, причем рабочий, слесарь. Со стороны руководства профсоюза были предприняты попытки поставить во главе этой профорганизации бывшего начальника отдела КАДА, но правком во многом, благодаря тому, что имел опыт взаимодействия с нашей профсоюзной организацией, то есть правком четко, абсолютно единогласно настоял на том, чтобы был во главе его, был избран рабочий, и прямо указывая на то, что мы хотим с докерами взаимодействовать нормально, и весь опыт работы нашей в порту в целом показывает о том, что когда докеры добиваются, вот, профсоюз все-таки, это организация, которая на защиту непосредственных, вот, персональных интересов, да, значит, когда докеры добиваются своего персонального интереса, то они никогда не забывают интереса других работников, и рабочих механизаций, и тарманов в значительной части, работниц в основном компаний, и служащих, и в том числе даже и руководства. То есть я не припоминаю такого случая, когда профсоюз был так, правый, обижал бы, там, не раз. Руководство. Да, руководство, чтоб обижал. Хотя руководство зачастую обижается, но по-другому поводу, как же так, вы там настаиваете на тех или иных делах. Значит, вот вспоминая даже создание этой профорганизации, даже по времени вот посмотреть, у нас где-то с октября 90-го, 1990-го года, была проведена, начала проводиться активная агитация за то, чтобы была создана профсоюзная организация. Значит, в декабрю был создан инициативный комитет докеров. Инициативный комитет докеров прежде всего формулировал те задачи, которые нужно было бы решить рабочим в своих интересах. Там достаточно было много задач простых по производству, то есть, к сожалению, ну и сейчас это весьма нередко встречается, были неудовлетворительные условия труда, ну про зарплату там, значит, не вспоминаем. Ну и разные другие выкрестывались три крупных таких постановки вопроса. Это надо было урегулировать вопрос в отношении, специфический вопрос для докеров в отношении физической нагрузки, потому что по тем временам, значит, физическая нагрузка, ну в среднем, среднестатистически, составляла 36 тонн вручную, начала века в смену. Это запредельные нормы, когда через некоторое время был поставлен вопрос, и мы ездили в московский НИИ медицинный труда, то нам просто-напросто не поверили, что такое вообще фактически может быть. По тем временам мы добивались того, чтобы эта физическая нагрузка была не выше 2400 тонн в смену. Хотя по, надо сказать, что по теперешним нормативам, это вдвое превышает верхний уровень для мужчин. Но тем не менее. Значит, вот один вопрос, потом заработной платой надо было заниматься. Вспоминаем, 90-й год, что тогда начиналось, да, значит, тогда был поставлен вопрос о том, чтобы тарифные ставки поднять в пять раз, и поставлен этот вопрос благодаря специалистам фонда рабочей академии. То есть тогда было рассчитано, что, помните, объявление было, ну там в два-три раза цены повысятся по народу, а, значит, экономисты наши, фонда рабочей академии, посчитали, сказали, что минимум в пять. Ну мы так и поставили вопрос. И когда этот вопрос работодатель, значит, услышал, тогда он еще даже не назывался работодатель, тогда они назывались администрация, и даже не было еще генерального директора, а был начальник порта, и его заместитель, который занимался этими вопросами, когда они это дело услышали, то они начали пальцем возле виска крутить и говорить, что вы ребята уже там, ну, хорошие, конечно, мы вас давно знаем, и работящие вы, но тут, похоже, у вас чего-то это ведет. Значит, мы сказали, нет, ну, пройдет вот время, там несколько месяцев, посмотрим, кто кого куда ведет, и правильно мы делаем это дело. За границей-то не меньше. И надо отдать должное, что, опять, чуть-чуть забегая вперед, значит, что к тому времени, когда мы говорили, что это надо будет сделать, это было сделано благодаря усилиями. То есть я сейчас говорю о том, что на тот период еще не был создан профсоюз, не была создана профсоюзная организация. Она создавалась. Но инициативный комитет докеров уже работал. Мы уже ставили определенные задачи, и эти задачи решали. Я так полагаю, что это характерно, скорее всего, для процесса создания и образования любой профсоюзной организации. То есть какая бы она ни была, все равно, прежде всего, нужно определить те цели, которые нужно достичь, и находить способы их достижения. Значит, причем, там, если так смотреть по позициям, по тем временам, несколько проще было заключить коллективный договор, чем сейчас. То есть мы создаем профсоюзную организацию, да, в 91-м году, в конце концов, вот я сказал, что в октябре мы начали агитацию, да, в декабре прошла конференция, которая приняла решение о том, чтобы создавать профсоюзную организацию. Более того, эта конференция даже принимала решение о том, чтобы создать профсоюз. профсоюз, и значительная часть, значит, профактива, вот уже вновь создаваемой профсоюзной организации, все-таки боролась за то, чтобы не сразу вылетать в профсоюз, не зная, там, как работать, что создавать, как организовать, а создать профсоюзную организацию внутри профорганизации. В феврале месяце прошла очередная конференция, которая не поддержала эту задачу создания профорганизации. Давайте мы все-таки профсоюз создавать. И только в апреле месяце было принято решение о том, чтобы создавать профсоюзную организацию. По времени. Представляете, сколько это длится? Значит, теперь... Так организация вне профсоюза, что ли? Нет, в апреле было принято решение создавать организацию внутри профсоюза. В профсоюзе работников водного транспорта создавать профессиональную организацию докера. И нам удалось убедить руководство, причем так очень интересно, значит, руководство непосредственно портовой профсоюзной организации нам не удалось убедить. Нам удалось несколько высшесидящих товарищей убедить. Я так полагаю, что тут во многом сыграло роль то, что на тот период времени в профсоюзных организациях еще были достаточно подготовленные люди, и не случайно туда попадавшие. И они понимали, о чем идет речь, что если препятствуют созданию профорганизации, то в конце концов тогда получится некоторый откол. они, наоборот, пытались помогать. Ну, в общем, была такая субъективная картина. Ее отголоски до сих пор еще в рту клести. Значит, вот 4 апреля было принято решение о том, чтобы создавать профсоюзную организацию. Значит, в мае месяце председатель правкома, и я тогда был заместителем председателя правкома, и я, как заместитель председателя правкома, мы были уволены из спорта и, значит, как бы переведены на работу, на освобожденную работу в качестве, соответственно, председателя и заместителя председателя правкома профорганизации докеров профсоюза работников Таким образом, номинально было провозглашено, что у нас есть профорганизация. Когда мы посчитали количество заявлений, которые были поданы в профорганизацию, то оказалось, что этих заявлений, несмотря на очень большую активность докеров, механизаторов и такие бурные проведения конференций, которые поддерживали создание профорганизаций, этих заявлений оказалось меньше 40% от общей численности докеров. И пока шла агитация, эта агитация проводилась в течение нескольких месяцев. Вот апрель месяц, да, создана профорганизация, и только к октябрю месяцу было доложено, что в нашей профорганизации 55% докеров-механизаторов, к октябрю. Но, вот здесь произошел такой психологический вариант. Как только было оглашено и признано работодателям, что профорганизации докеров 55%, то далее в течение месяца в профорганизацию перешли еще 40% от долга в течение одного месяца. года. То есть, вот, ну, как это называется? Средняк пошел колхоз. Да, Средняк пошел колхоз, это да, надо сказать. Значит, перед нами стала задача заключать с работодателем коллективный договор, он этого очень не хотел. Тогда мы предложили заключить коллективное соглашение. По ряду позиций, да. То есть, чтобы не… Ну, они опасались каких вещей? Противостояние, что вот есть коллективный договор профсоюза работников фототранспорта, а вот будет еще коллективный договор, тогда еще не было российского профсоюза докеров, будет коллективный договор профсоюзной организацией докеров, и что там такое, а-ля-ля. В общем, это было им совершенно не в моготу, но поскольку пробить этот барьер было достаточно сложно, мы предложили им заключить соглашение, что по, собственно, юридически разницы между соглашением и коллективным договором нет в принципе вообще никакой, потому что и то, и другое надо выполнять, и нам даже было в определенной мере это даже несколько полегче. По тем временам законодательно коллективный договор полностью приравнивался к соглашению. Надо сказать, что если внимательно почитать сейчас вот Трудовой кодекс, то в принципе в большинстве своем сейчас это тоже так, то есть если можно так заключить соглашение, то есть мы имеем право так прописать соглашение, что оно будет не хуже, чем коллективный договор. Но возникли совершенно другие, не возникли даже, а созданы вполне сознательно, мы очень хорошо понимаем в чьих это интересах препятствия для заключения коллективных договоров. Потому что раньше, в тот период, про который я сейчас рассказываю, значит, коллективный договор могла заключить любая профсоюзная организация, любой профсоюз в интересах членов этой профорганизации, этого профсоюза. И это способствовало тому, что возникали профсоюзные организации, добивались определенных результатов, заключали коллективные договоры и шло движение. Мы помним, что в течение длительного времени создавалась масса профсоюзов. Правда, надо отдать должное, что ряд профсоюзных организаций и профсоюзов как создавались, так и, к сожалению, исчезали, что-то там не получалось. Но несколько профсоюзных организаций на тот период было создано, в том числе и российского профсоюза докеров, и российского профсоюза, российский профессиональный союз моряков на тот период, это тоже организация, которая создана была на базе профсоюза работников водного транспорта и весьма активно работала. Этот профсоюз работает и небезуспешно и сейчас. Мы по позициям выделили в соглашении, далее это перешло в исторический и в коррективный договор, это оправдывает сейчас и сейчас это дело. Условия труда раздел. Заработную плату. Вот по заработной плате я уже частично сказал о том, что фордовцы добились определенного результата, впервые, значит, это вышло на более широкую такую рамку. И надо сказать, что по заработной плате у нас еще и у нас, и во многих профсоюзных организациях еще далеко не достигнуты те результаты, которых можно было бы достичь, если бы профсоюзные организации и профсоюзы действовали согласованно. Сейчас, пока, надо сказать, что по России в целом профсоюзы, есть профсоюзы, которые достигли хороших результатов благодаря своей работе, есть профсоюзы, которые, ну, держат позиции, что называется, но в большинстве своем, в большинстве профсоюзных организаций в этом плане работа, я не уверен, что она вообще начата. В отношении заработной платы, дай бог, если они умеют контролировать регулярность выплат заработной платы, отсутствие задержек по выплатам заработной платы. Ну, по этим вопросам, естественно, по нашим организациям этот вопрос, в принципе, не ставится. У нас была одна единственная попытка в 93-м году работодателям без всяких там объявлений. Вот, у нас там не получилось, не привезли деньги, ля-ля-ля, тро-ля-ля. Значит, вкратце, если суммированно сказать, порт встал автоматически тут же. И прибегали к нам работодатели и говорили, что, ой, что же вы делаете? Мы вообще ничего не делаем. Работники стоят и говорят, что как только вы заработную плату привезете, сразу пойдут работы. Мы вот обязательно привезем, мы вам верим. Как только привезете, сразу приходите. И эта ситуация продолжалась недолго, всего несколько часов. Они действительно и деньги нашли, и привезли, и выдали. И работники, причем как только вот машина пришла с деньгами, значит, мы тут же сообщили работникам, и работники пошли работать. Все было в порядке. Но после этого случая уже попыток повторить задержки заработной платы не было ни одной. Значит, заработная плата, организация производства. Во многом, в зависимости от того, как ведется производство и как формируются в том числе бригады на производстве, очень сильно зависят условия на работе работников. И можно вполне в рамках технологии и организации производства устроить дело таким образом, чтобы это было в интересах работников. Значит, рабочее время и время отдыха. Тут очень много чего есть регулировать. В том числе мы встречаем до сих пор еще случаи. У нас это в меньшей степени гораздо. Но тоже попытки постоянно там бывают. Значит, объявить о том, что работа ведется только вот. То есть работник должен работать, уже приступить к работе в 8 часов утра и в 8 часов вечера, не на секунду раньше прекратить эту работу. То есть даже придаются забвению такое вполне законодательное понятие, как подготовительная заключительная операция. И так далее и тому подобное. То есть это еще повсеместно встречается. Соцгарантии. Ну, простейшие вещи, собственно говоря. Все мы там люди, да, бывают свадьбы, бывают дни рождения, а бывают и похороны. И человек в этот момент чувствует себя по-особенному. И ему, собственно говоря, отлучиться бы от работы. Не всегда, значит, это получается. А порой, поскольку мы сейчас говорим о создании профсоюзной организации, значит, встречаем такие случаи в тех компаниях, где нет профсоюзной организации, где не контролируется вообще законодательство. Правильность применения законодательства. Бывают такие случаи, что вот работников взаймы отпускают, потом, значит, заставляют отрабатывать, причем потом, значит, при расчете рабочего времени это время вычеркивается. Ну, в общем, творятся самые… Причем вычеркивается там хитрым, естественно, способом, то есть не впрямую. А вот объясняется, что по схеме, поскольку вот это перенесено сюда, вот это сюда, то производство от этого так сильно пострадало, что лучше бы у тебя никто не рождался. Ну и так далее и тому подобное. То есть вот эти безобразия, к сожалению, продолжаются. Ну и, конечно, желательно, чтобы был отрегулирован вопрос по организации профсоюзной деятельности. Потому что, опять-таки, там, где это не сделано, там работнику там право-шаг влево приравнивается к измене предприятия, чуть ли не к праву и так далее и тому подобное, а там, где это записано в коллективных договорах, там, естественно, все это регулируется достаточно нормальным образом, без проблем. Тем более, больше всего, вот, проблема когда возникает? Надо провести очередные переговоры по коллективному договору. Повсеместно практически. Вот сколько я не слышал, сколько я не сталкивался. Даже у нас периодически пытаются, значит, сказать так. Вот идет комиссия эта переговорная, да, значит, вот она, допустим, два раза в неделю, там, во вторник, там, со стальки-то до стальки-то. Вот на этот период времени мы работников освободим. Ну, мы, каждый раз приходится объяснять. Так для того, чтобы работник пришел на эту комиссию, для того, чтобы он был готов к переговорам, ему нужно время для того, чтобы понять, да, согласовать, потом с коллективом пообщаться и так далее и тому подобное. Ну, у нас это проще происходит, потому что у нас в коллективном договоре записано. В конце концов, значит, издается приказ о том, чтобы освободить работников на, как там, на период действия комиссии, а не на момент ее заседания, да? Тем не менее. Значит, для того, чтобы профсоюзную организацию создать, работникам надо провести очень большую организационную работу сейчас и гораздо большую, чем ту, которая проводилась в наше время, в том числе почему. По законодательству, даже статьи, если кто интересуется, может посмотреть в Трудовом кодексе, но, в принципе, найти тоже несложно. Значит, 30-я статья и часть 3-я, 37-й статьи, они говорят о том, что профсоюзная организация, которая охватывает больше половины работников, она представляет всех работников предприятия. А та, которая не охватывает, там получается подвисание вообще. То есть, а кого тогда она представляет? Получается, как бы, ну, по... формально, да? Тогда она представляет членов своего профсоюза, но при этом коллективный договор она заключать не может. Тогда как же она представляет, чем, в чем тут представление тогда членов профсоюза? Оно сводится к каким-то там номинальным делам, непонятно каким. То есть, профсоюз без коллективного договора, является ли он полноценным профсоюзом? Сильно большие сомнения. Значит, то есть, и мы проходили это. Не то, что это вот, ну, теоретическая такая, значит, как бы, заменка тут, да? Создание. Значит, у нас был случай, когда в одной из компаний лесного порта была создана по инициативе работников. Мы их убеждали, что давайте мы не будем торопиться вот с сознанием. И приводились примеры, что даже в нашей организации несколько месяцев создавалось, прежде чем она создалась, да? Чего так спешить? Ну, хочется людям, да? Людям хочется достичь, вот, сказать, мы профсоюзная организация. И сразу давайте заключать коллективный договор с работодателем. Значит, работодатель применял буквально, значит, уволил председателя и заместителя председателя профсоюза. Причем уволил бесшабашно, без всяких, там, без хитростей, без всяких заковы, просто вот в нагло. Мы, естественно, пошли в суд. Суд, быстро это дело не решать. Нет, суд был полностью на нашей стороне. Вот ничего против суда сказать не могу. Полностью на нашей стороне. То есть были проведены все мероприятия, все заседания, были собраны все документы, были приглашены представители работодателя, судья даже над ними издевался и говорил, вот здесь два человека, мы введем заседание, и вот вас семь человек, генеральный директор, замгенерального, еще замгенерального, юрист, инженер по охране труда, технолог и экономист. Вот вы сидите, значит, не жалко вам вообще времени, и было принято решение о том, чтобы восстановить на работе и выплатить людям среднюю заработную плату. Компенсацию. Значит, через два месяца история повторилась снова. Ну, а в этот момент, естественно, там профсоюзная организация, когда, значит, не допускают председателя правкома, заместителя председателя правкома, да тут это самое, нажимают, естественно, она так потихонечку начинает таять. Значит, несколько месяцев прошел второй суд. Второй суд снова установил все досконально, значит, подробности, все приказы были принесены, все было изучено, и через несколько месяцев добились того, что ребята были восстановлены на работе, и судья сказал, что смотрите, больше такого не делайте. Значит, через два месяца история повторилась снова. Третий раз. Третий раз. Уволили. Уволили. Без пардона уволили. Просто-напросто. Вспоминаем, да, докеры-механизаторы. Значит, я только что упоминал о той нагрузке, которая, значит, на докеры-механизаторы, да. Значит, зарплата, которая не, ну вот, раньше она была, в советское время она была хоть как-то так вот соответствовала, да, вот, большой нагрузке. А сейчас нельзя сказать, что это отражает те затраты, которые есть у докеров-механизаторов. На третий раз несколько месяцев прошел суд, и судья сказал, что если еще раз вы сюда придете, то я уже буду, значит, тогда генерального директора отстранять от работы. У меня есть такое право. Ну, ряд нарушений правдового законодательства просто в наглое. регулярное, регулярное совершенно. То есть, это уже рецидив. То есть, я и говорю, совершенно четко, судья полностью на стороне работников, все нормально. Значит, работников восстановили. Вот, вся эта катавасия заняла почти два с половиной года. Они к нам пришли и сказали, что ребята, дорогие, мы вам очень благодарны, все очень хорошо, замечательно, но пока мы вынуждены были, вот эти периоды, когда нас не пускали, они доустроились на другую фабрику, где работа полегче, а зарплата повыше. Говорят, ну, мы уже вот устали, во-первых, воевать с работодателем, во-вторых, мы просто работу нашли. Простите нас, мы, конечно, поросята, безусловно, но не хотим больше там работать и не хотим уже, вот, отвыкли уже от этой физической нагрузки, которая у докеров. Да? Просто вот, физически, вот, я уже, если бы я знал раньше, говорить нам, причем очень, ну, вполне нормальный работник, вполне такой, соответствующий там, роли организатора человека, да, там, председатель правкома, из него получался очень хороший, Куликов. Как вы помните, мне кажется, значит, теперь, далее, значит, профвзносы, вот, создается профсоюзная организация. Как у нас быть с профвзносами? Значит, привыкли мы уже с советских времен о том, что бухгалтерия принимает от нас заявление и спокойно, значит, это, все это переводится на соответствующий счет. Во-первых, профорганизация, которая вновь создается, откуда у нее счет? То есть, это надо кому-то, чтобы кто-то, неосвобожденный от работы, занимался вот, вот, сбором, учетом, хранением, контролем, распределением и так далее, да, мы это все понимаем. Теперь далее, по законодательству. По законодательству работодатель может безналичным образом собирать денежку, если есть заявление соответствующих работников и передавать соответствующую кассу профсоюзу, но при одном условии. Есть касса? Нет. Нет. Если это записано в коллективном договоре. Которого еще нет. Которого еще нет. Будет он или не будет, неизвестно. Причем, там даже нет отсылки на, ну, якобы соглашение. То есть, некоторые работодатели даже прямо, не то, что вот коллективным договором и соглашением, да, можно было. Нет. Вот если это в коллективном договоре записано. Совершенно четко. Это часть пятая 377-й статьи. Поэтому создавать профсоюзную организацию в таком, ну, в такой ситуации, естественно, все это гораздо сложнее. То есть, это надо, фактически, у нас получались такие, ну, получалось создание такой организации, когда постепенно накапливались заявления, копились просто заявления, в которых сознательно работники не указывали дату, когда он обращается там к работодателю, что вот, поскольку я там сам и прошел честь, там, и так далее, и тому подобное. Значит, и когда накапливалось этих заявлений, там, под 60% от работников, только тогда передавались работодатели. Ну, и, соответственно, сразу же начиналась процедура заключения коллективного договора, и нам были такие случаи, когда нам это удавалось сделать, но это очень сложная работа, потому, кроме всего прочего, создается профсоюзная организация, да, ну, не подготовлен же человек, то есть, опыта у него никакого нет, как вести эти переговоры, он не знает, далее, возвращаемся просто на, ну, профсоюзную бюрократию, для того, чтобы существовала профсоюзная организация, она может существовать и с юрлицом, когда есть и касса и так далее и тому подобное, может существовать без юрлица, по закону, ну, во-первых, давайте подумаем, может ли самостоятельно существовать организация без юрлица, то есть, не имея возможности банковским образом обрабатывать эти деньги, о чем мы уже говорили, и так далее, ну, долго ли она сможет работать, да, тут есть некоторый выход, тут есть некоторый выход, потому, что, ну, например, вот наша первичная профсоюзная организация, портовая организация российского профсоюза докеров, несмотря на то, что она называется профсоюза докеров, значит, у нас четко в положении прописано, что имеется четыре секции, значит, секция докеров-механизаторов, секция работников рабочих механизаций, секция работников обеспечивающих служб, куда могут входить даже представители работодателя, но в отдельной секции, значит, и секция работников, которые хоть каким-то образом связаны вообще с работой, да, хотя бы даже просто территориально, что находится на этой территории, то есть первичная организация, которая вот создается, она может просто войти, не имея юридического лица, да, она может быть составной частью нашей профсоюзной организации, и таким образом пользоваться просто уже имеющейся бухгалтерии, да, тем не менее, значит, профсоюзная организация, хоть со статусом юридца, хоть без статуса юридца, она должна иметь положение профсоюзной организации, документ для тех, кто, значит, работает с этими положениями, для тех, кто, значит, опыт имеет, ну, не очень сложный, хотя тут тоже есть масса там самых разных этих самых заковыек и так далее и тому подобное. Тем не менее, вот представим себе, откуда, значит, работник, вот вновь создаваемый профсоюзной организацией, откуда он будет знать, как составлять это положение. Положение должно соответствовать критериям, которые прописаны в законе. Особенно, если профорганизация, ну, достаточно крупная, и она намерена быть, значит, юрлицом, это положение в обязательном порядке предоставляется в суд для того, и является определенным свидетельством тому, что профсоюзная организация, представители данной профсоюзной организации, они, значит, являются представителями вот этих членов профсоюза, и даже, если, как мы смотрим по законодательству, если эта профсоюзная организация охватывает больше половины работников профорганизации, они могут быть, если добьются, конечно, они могут быть представителями по закону, представителями всех работников данной коммерческой организации, но могут и не быть, потому что, если профсоюзная организация будет работать ни шатка, ни валка, и заниматься только тем, что отбивают там некоторые наступления работодателя, и больше бегать по судам, нежели организовывать работу по заключению коррективного договора, ну, по ряду там других позиций, потому что иногда даже при наличии коррективного договора приходится заниматься достаточно сложными делами, ну, результат будет несколько иной, чем та организация, которая работает боевым образом. с какими проблемами мы вот уже сейчас столкнулись практически там в течение нескольких лет их переживаем, при том, что профорганизация создана, значит, положение действует, уже как бы опыт есть, ну, практически почти все судебные тяжбы выиграны, ну, счет, да, а, насчет счета, кстати говоря, четочку вспомнить, я уже говорил о том, что мы, когда создавалась профсоюзная организация, председатель и зампредседатель профсоюзной организации уволились из порта в мае месяце, а счет мы получили только в октябре, то есть мы практически сидели без работы, ну, с расчетом на то, мы были уверены, потому что люди нас поддерживали, потом взносы там все-таки собирались и так далее и тому подобное, там накапливались и прочее, прочее, но это далеко не всегда может быть в тех организациях, где сейчас надо было бы создавать профсоюзные организации. Значит, с какими проблемами мы столкнулись? Первая и самая пока вот сложная проблема это проблема того, что профсоюзные работники, став освобожденными профсоюзными работниками, вдруг фантастически, почему-то начинают действовать не как профсоюзные работники, начинают действовать в каких-то там неизвестных своих интересах, и вдруг работа начинает не только тормозиться, но и даже там начинает злоупотребление возникать, причем фактически. Вот недавно у нас был смещен с занимаемой должности председателя профсоюзной организации председатель Есенин Александр Николаевич, причем он еще умудрился после этого подать суд на профорганизацию и требовать восстановления его на должности, и требовать, чтобы еще моральный ущерб профсоюзной организации, которая его там кормила, поела, одевала и обувала, что называется, да, причем денег он получал очень даже немалые, больше чем в два раза, чем средняя заработная оплата докера. Это никак нельзя сказать, что он там был обижен, да, и значит дайте мне пожалуйста, заявляет он миллион морального ущерба, он такой ущерб лям суд-то мы выиграли, но тем не менее факт остается факт, что к огромному сожалению человек, а он бывший докер-механизатор, у нас все до последнего времени все профсоюзные работники профсоюза бывшие докеры-механизаторы, то есть и причем не то, что там один-два года отработавший. Миллион он получил, нет? Нет, еще получает. Но хочет. Причем страстно. Да, продолжает. Он еще второй раз обратился в суд, уже по другому поводу, тоже проиграл, но желание осталось судя по всему хоть как-нибудь хоть чего-нибудь доурвать. То есть проблема загнивания профсоюзных работников, нельзя сказать, что это общее такое явление, что все так ведут себя. у нас есть, например, председатель правкома, того правкома, в котором я сейчас работаю, председатель правкома, ЗАО ПКТ, Сажен Александр Иванович. Он сам настоял перед правком, чтобы ему заработная плата была ровно столько, сколько докера-механизатора. И никакой на последнем заседании конференции профорганизации ему было объявлено благодарность было объявлено и было принято решение о том, чтобы выплатить ему премию в размере 50% заработной платы. Надо сказать, что это совершенно не случайно, у нас за прошлый год была проведена очень грамотная работа во многом благодаря профессиональной деятельности председателя правкома, без сомнения. Так вот, он категорически отказался получать эту премию, сказал, что нет, я получаю сколько докер-механизатора, я столько и буду получать. Потому что никаких злоупотреблений во-первых, не должно быть, значит, меня и так освободили. А во-вторых, надо экономить просто средства. просто элементарно экономить. Поэтому я очень благодарен, спасибо большое за то, что единогласно было принято решение, он один голосовал против, поэтому я считаю, что единогласно, потому что это его касалось вещей. единогласно. единогласно, единогласно, вот как и вас еще дальше единогласно. Один голос, да, один голос. Один голос, источник, как ни скульпи. Тем не менее, значит, факт остается фактом, это самое, не все гниют, но, но, как сделать так, чтобы не было этого загнивания. Есть у нас по этому поводу соображение, что желательно, чтобы работники освобождались не на полную семью, а на половину. Далеко не всегда это можно организовать, там пока я ответа на этот вопрос еще недавно, да? Внилье и гнить будет. А? Внилье и гнить будет. Нет, это не гниль, я правильно не хотел сказать. Гнить-то, наверное, это самое получается. Все, укладываемся, ничего, все нормально. Значит, еще момент. Сейчас чуточку отвлечемся, вот, не то, что отвлечемся, вот те изменения, которые произведены были в законодательстве с принятием Трудового кодекса, они очень здорово осложнили возможность создания профорганизации, осложнили работу вообще, возможность работы профорганизации. То, что профсоюзная организация вынуждена, обязана просто выступать от лица всех работников, значит, вроде бы казалось, как хорошо, как правильно, как это, значит, это самое так, чуть ли не коммунизм, да. На самом деле это дает возможность ряду работников просто, значит, заниматься ежедневенчеством, потому что, ну, я же получу, я же все равно получу все блага, потому что независимо от того, состою я в профсоюзе или не состою, значит, заявляют они, и жалко там, одного или двух процентов, как в нашем профсоюзе, заплатить, и под всякими разными марками пытаются увидеть. То есть, это просто ежедневенчество. Потом, это не просто ежедневенчество, это еще, кроме всего прочего, значит, если профсоюз, значит, за того дядю там работает, да, то он вынужден преодолевать там различные сопротивления, в том числе и того дяди, в смысле, тогда, когда он представитель работодателя, когда он, по сути дела, администратора. Сейчас ряд депутатов, в том числе, это вот та группа Шейна, да, они внесли в Думу законопроект по поводу изменений, порядка проведения забастовки. Мы про забастовку еще пока чуть-чуть и не говорили, да, в котором в том числе предусматривается внесение изменений, касающиеся и вот этих моментов, что профсоюзная организация вправе заключать коррективный договор от лица своих членов, как это было ранее, в том числе значит, забастовки, проводить забастовки солидарности, ну и ряд других позиций. Надо сказать, что он внес, 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 внесено там где-то я не помню точно, порядка 10 депутатов. Я так полагаю, что это СССР. Но тем не менее, кто бы не был там СССР или там даже хоть кто, если они, даже если бы Единая Россия вдруг фантастически кто-то, нашлись бы там порядочные люди и внесли бы такого рода закон, то его надо было бы поддержать. Но надежды на то, что это дело поправится, я думаю, что не особенно. Теперь у нас ну когда-то значит, говорилось, что надо еще, чтобы наше законодательство соответствовало Конвенциям МОД. Надо вспомнить, что когда был принят Трудовой кодекс вот в той редакции, которая сейчас, ну почти в той редакции, которая сейчас действует, потому что внесено ряд изменений, но они соответствуют характеру Советского кодекса в основном, значит, то было заключение о том, что он вообще говоря не соответствует Конвенции МОД. И в том числе, конечно, он не соответствует Конвенции об организации профсоюзной и свободе профсоюзной деятельности. Почему? Потому что мы же вот видим, что вот это вот якобы, казалось бы, хорошее, вроде бы вот на всех действует коррективный договор, да, профсоюзная организация представляет всех работников, вне зависимости от того, хотят работники, чтобы она его представляла, или не хотят, все равно, да, значит, это же, конечно, не соответствует и Конвенции, потому что это препятствует нормальной работе профсоюзной организации. Теперь, как мне кажется, самое главное в работе профсоюзной организации, в самом главном работе профсоюзной организации и в том числе и в первую очередь при создании. Мы же говорили, что прежде всего надо ставить задачи, но мы поставили задачи, да, ищем способы их разрешения. А работодатель смотрит на все это дело совершенно с другой позиции, потому что у него там совершенно другие противоположные интересы. То есть, хотим мы этого или не хотим, но противостояние с работодателем будет либо в той степени, либо в этой. Если попадется очень грамотный работодатель, иногда бывает и такое, то он закамуфлирует, но сделает, но чаще всего попадаются почему-то не очень грамотные работодатели, и более того, даже если они грамотные, то они почему-то под давлением своей жадности, значит, ну вот, даже понимая, что хорошо бы и правильно было бы для работников сделать, они этого не хотят. Памятуя даже вот, ну, неплохой работодатель, да, по крайней мере, с точки зрения организации производства, безусловно, талантливый организатор, значит, Южилин Евгений Валерьевич, да, значит, с работниками в хороших отношениях и прочее, там, ну, старался как можно более там все это делать, но вот, когда мы подписывали знаменитое 24-е приложение, о том, что увеличивать уровень реального содержания заработной платы, он занес так перо и совершенно, ну, в шутку, конечно, но, тем не менее, в каждой шутке есть доля шутки, да, говорит, жаба душит, и только после этого подписал, то есть, даже, даже, ну, что называется, цивилизованного работодателя, если можно так выразиться, значит, и то жаба душит, то есть, работники должны иметь возможность оказать воздействие на работодателя, законодательством предусмотрено, ну, крайняя мера воздействия, это забастовка, да, то есть, профсоюз обязан, должен уметь правильно организовывать забастовки, то есть, это, да, надо пройти, там, обучение, и так далее, на каком этапе, не исключено, что на этапе из создания самой профсоюзной организации, значит, и не исключено, что необязательно забастовки, потому что на этапе, там, допустим, создания профсоюзной организации, права на забастовку профсоюзной организации нет, то есть, надо, чтобы профсоюз... И вообще его нету, конъективы есть, как раз. Ну, строго, да, вот Михаил Васильевич здесь делает поправку, то есть, профсоюз, я заканчиваю, завершаю, это как раз, это самое, на то и рассчитано, что... Значит, наш самолет точно на снижение пошел, мы сейчас завершим, и я памятую это дело, значит, я считаю, что вот этот вопрос по поводу создания профсоюзной организации хорошо бы рассмотреть не только вот там в таком плане, как мы сейчас это делаем, но и попросить, чтобы рассказали о своей практике те профсоюзные, представители тех профсоюзных организаций, которые недавно это делали, да, потому что вот я рассказывал о профорганизации, которая вышла из недр старого профсоюза, да, Чахлова, там, Полувялова и так далее и тому подобное. Создание профорганизации на базе вообще нового предприятия, вот, когда пришли вновь, пришли работники и так далее, это очень большое дело, поэтому ту работу, которую провели представители профсоюза автопрома, это очень большое дело. И при этом записать в коллективном договоре вот эту запись по поводу того, что заработная плата должна увеличиваться на индекс инфляции по России плюс 2,5% это очень большое продвижение вперед. То есть они за достаточно короткий промежуток времени достигли достаточно такого серьезного результата. При этом надо отдать такое вот должное, что прочитав коллективный договор, внимательно. Но он очень большие следы несет, к сожалению, кроме положительных моментов, еще несет очень большие следы старых коллективных договоров. Но тем не менее, вот эти ребята тоже, они умели организовать и коллективные действия. Там, где были созданы профсоюзные организации, они проводили и забастовки грамотно. В том числе, надо отдать должное, не боялись проводить забастовки, зная о том, что они будут проиграны. А если тот, кто возьмется досконально изучить законодательство по поводу того, какая забастовка может быть объявлена незаконной, неизбежно, если он профессионально на это дело посмотрит, придет к выводу очень простому. Любая. То есть, законодательство построено таким образом, что любую забастовку можно объявить незаконной, и тогда это мера воздействия на коллектив. То есть, как работать с коллективом, профсоюзная организация, которая вот вновь создается, нужно предусматривать с самого начала. И вот тот момент, что одновременно, то есть, нельзя, я убежден в этом, нельзя просто создать профсоюзную организацию, это просто собрались, вот мы сейчас собрались, сляпали положение, заявили, что мы профсоюз, и мы профсоюзная организация, ничего из этого не получится. То есть, профсоюзная организация должна создаваться рядом достижений определенных, преодоления определенных моментов, негативных, и достижения положительных моментов. Только тогда профсоюзная организация будет постепенно развиваясь, становиться крепкой организацией. Это мы видели на примере своей организации, это мы видим и на примере вот тех же МПРА, если последнее там смотреть. То же самое было в тот момент, когда профсоюз РПЛБЖ железнодорожников достаточно активно выступал. Сейчас там происходят негативные процессы, с моей точки зрения, ну и мы видим по результатам работы и так далее и тому подобное. То есть с самого начала создания профсоюзной организации должны быть поставлены цели и должны быть найдены такие способы проведения коллективных действий, которые были бы эффективны для достижения этих целей. Пойдем к вопросам. Таустар, какие вопросы? Можно у меня? Пожалуйста. Правильно я вас понял, потому что на сегодняшний момент профсоюзу Докеров нет способов эффективности. реализовали всем найти достижения поставленных задач и решений. Первый вопрос. Второй вопрос я хотел бы спросить у вас. Не кажется ли вам, что действующее законодательство на сегодняшний день позволяет доходить и иметь, вернее, возможные пути достижения поставленных целей? То есть забастовок, итальянских забастовок и целый ряд предприятий, которые, по-моему, в истории без адектеров уже и применялось, и там применяло достаточно эффективно. Лучше со второго, наверное, начать, да? Ну да, наверное, со второго, оно будет, на мой взгляд, интересно. Я еще раз подтверждаю, что законодательство составлено таким образом, что при определенном желании со стороны, прежде всего, власти и судебных органов, забастовками оно может бороться достаточно эффективно. С теми коллективными действиями, которые названы так называемыми итальянскими забастовками, то есть непрописанными, нерегламентированными, проведенными самими рабочими, которые знают, как эффективнее на работу дателя воздействовать, я думаю, что даже если там шел бы процесс какого-то регулирования, а он идет, потому что, например же, запретили же голодовку авиадиспетчером, да? Это же было коллективное действие, причем мощное коллективное действие. Значит, и отвечаем... 12 человекам в России запрещена голодовка. Остальным пока нет, то есть остальные могут воспользоваться еще этим методом. Хотя на вопрос, значит, а что вы будете делать, раз вам запретили голодовку, значит, председатель профсоюза Ковалев ответил, ну, объедаться будем. Там какая разница, как... То есть, дело не в законодательстве как таковом, да? Дело в том, чтобы учитывать, что законодательство будет препятствовать деятельности, а работники постоянно должны искать. И я, конечно, не имел в виду, что исчерпаны все возможности у Российского профсоюза докеров. Нет, не исчерпано. Сейчас мы переживаем не очень хороший момент, потому что нет единства в целом в профсоюзе, нет необходимого единства в профорганизации. И это очень мешает, конечно, профсоюзной работе, без сомнения, потому что работать-то надо с коллективом, а не с профактивом, да? Значит, но тем не менее, возможности к работе имеются, и, собственно говоря, она продолжается. Я задаю вопросы. Пожалуйста. Полезные связи между профсоюзом докеров и профсоюзными организациями зарубежных портов, вот один-два примера, это первое, на свободу. И второе, на съезд Всемирной Федерации профсоюзов, который будет в начале апреля в Апинах, профсоюз докеров посылает боевого товарища, чтобы там... Второму вопросу, когда я говорил, что у нас нет единства сейчас профорганизации, он отчасти с этим связан. Надо и с той части, и с этой послать. Значит, я готов буду посоветоваться с вами и с Михаилом Васильевичем после этого заседания, я в курсе этой проблемы. Значит, по Портовому комитету мы пока не знаем, что делать. По ПКТ продумаю вопрос. Значит, что касается связей с международными организациями. Российский профсоюз докеров, членская организация, Международная Федерация Транспортников, ну, правильнее сказать, Конфедерация, это АТФ, да? Значит, ну, в принципе, это профорганизация скорее моряков, нежели докеров, с моей точки зрения, потому что в основном там решаются вопросы моряков. Но, тем не менее, достаточно полезная организация. В мае, в конце мая месяца будет очередной, будет очередной семинар, новороссийский, который будет проводиться специально для представителям докерской секции АТФ, для профсоюза докеров. Значит, наши делегаты туда, в Новороссийск, естественно, направляются. По мере, например, человека от нашей профорганизации, я знаю, Каретников, Виктор Васильевич. Это будут только докеры с пространства СНГ или шире? Это будут только докеры из России. Семинар будет, то есть семинар для российских докеров, который будет, который организован докерской секцией АТФ. А вообще, если сейчас сравнить среднюю зарплату докера, предположим, Санкт-Петербургского города и там Копенгагена? Огромному сожалению, как это было примерно там в девяносто первом году, да, в соотношении, так оно примерно в таком же состоянии находится сейчас. С особых, особых там удач. То, что у докеров-механизаторов зарплата выше, ну, в целом, значительно даже выше, чем у других категорий работников, это скорее показатель того, что у других категорий работников она очень уж низкая. По докерам, ну, по нашим там, примерно, подсчетам, ну, мы приблизительно сохраняем тот уровень, который был в советское время. По разным компаниям разное, в нашей семье здесь. Спасибо, ну, достаточно с вопросами. Уступление, пожалуйста, кто желает выступить? Ставься, я желаю. Я считаю, что это очень интересное. Главное, что оно очень полезно. Я думаю, что оно в известном смысле исключено, потому что у нас в России людей, которые имеют такой опыт, и которые бы систематически, можно сказать, в течение всей своей жизни, что самое главное, что я хотел сказать, что Рокий Круг с опытом мог познакомиться. Я думаю, это и наша задача, и наша задача, и профорганизации, которую представляет Константин Васильевич, потому что, ну, чем шире Круг, так сказать, варю, больше подниматься, и тем, кто идет впереди. И наоборот. Если будет узок Круг тех, кто имеет это, то вроде тех, которых уже говорили, ну, такого же свойства, что тротили общую картину. Поэтому есть общий такой интерес. Вот я, конечно, жалею с тем, что какая-то данная к Российскому комитету, или портовой организации, и главной организации союзной первого контейнера терминала, ну, принимает, я бы сказал, эпизодическое участие. С одной стороны, наши граждане приезжают, освобожденные, как раз работает, для участия в переговорах, токеры это получают очень здорово, они очень сильно, плавают очень грамотно, это молодые ребята, которые просто зряются, насколько они продвинулись, насколько ясно они дают ответы, нет этих вот непонятных колебаний, сомнений, когда люди не знают, то ли туда, то ли сюда. А с другой стороны, вдруг они пропадают, и никого нету, и в общем, получается, что вроде как некому научить. Мне приходилось несколько раз выступать в роли какого-то ржаца, сейчас, как правкома докеру первого контейнера терминала, мы понимаем, большая разница. Одно дело, придут живые докеры и рассказывают о своем опыте, а другое дело, придет, то сказать, их консультанты, рассказывают, как там докеры, которые он консультирует, здорово, так сказать, работать. Я так понимаю, что для людей, для рабочих, особенно людей, конечно, это дано. Они гораздо более эффективны, были те, которых можно пощупать. У нас на ближайшем заседании Российского комитета рабочих 2-3 апреля в повестке дня «Опыт создания и укрепления профсоюзов в современных условиях», это мы им дали согласие на то, чтобы вот с этим докладом. А вот другие два вопроса, обмен опытом борьбы за приближение зарплаты к стоимости рабочей силы, здесь тоже могут товарищи из Телорского завода выступить? Обобщение практики введения коллективных переговоров, я думаю, что было бы очень интересно, если бы и оставили товарищей из ситуации, потому что... Хотелось бы. И кроме того, сейчас уже известно, что операция профсоюзов России товарищ Бабич командировка подписала, что он никуда нет. Этой задачей и занятия российского вклада о деятельности федерального профсоюза введения. Если бы мы раз в полгода могли собирать самых передовых представителей самих союзов, не потому, что они там где-то куда-то входят, а потому что не могут объяснить, как это делать людям, которые... просить даже Кастанин Васильевич читать наши общие пожелания. А также хочу ему, хорошо выступавшему, вручить книгу, которая из варок, сложенную в нее его портретом. Ух ты! Спасибо. Спасибо, Михаил Васильевич. Заканчиваем. Очень интересно. Спасибо всем большое, да. Пытаемся. Тогда кто следующее? Следующий у нас по плану классный торговый Виктор Аркадьевич. Соловьёв Олег Николаевич. Спасибо. 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 Спасибо.